добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры просьба в скайпе в чате нашего вебинара сегодняшнего поставьте плюсики если все в порядке из меня слышно видно хорошо у нас сегодня с вами понедельник 1 августа не знаю поздравлять ли вас или нет с последним месяцем этого лета хотелось бы чтобы лето было всегда вот но тем не менее времени остановишь поэтому с первым днем августа вас сегодня вот август месяц когда начинается уже сбор урожая в принципе из-за вашу проделанную работу с начала 2016 года я думаю каждый сегодня тоже получает свои плоды и так коллеги сегодня у нас с вами идет вебинар который посвящен презентации компании skyway капитал он у нас как всегда разбит на две части по сути да первая часть это технология то есть рассказ краткий совсем о том куда мы привлекаем денежные средства да где вы можете стать инвестором и вторая часть непосредственно самом инвестировании о той возможности которая предлагает компания skyway капитал всем людям проживающим практически на всей территории земного шара поэтому постараемся скажем так уложиться минут 45 50 вот хотелось бы всегда скажем так быстрее это делать потому что я понимаю особенно когда жарко да то есть удержать внимание на таком длительном промежутке времени достаточно сложно не всегда испытываешь скажем так не то чтобы дефицит времени да хочется с одной стороны больше рассказать а с другой стороны понимаю что людям нужно дать кратко суть что есть что-то что они возможно до сегодняшнего дня не знали вот но после презентации приняли решение разобраться в данной возможности да с вашей помощью как партнеров компании skyway капитал инвесторов нашем проекте да с помощью нашего отдела информационной поддержки в общем с помощью всего того что у нас есть всех инструментов информационных и так далее и принять решение итак коллеги первая часть как я вам говорил это информация технологии анатолий дарыч юницкого человека который вы сейчас видите на слайде советского белорусского российского инженера предпринимателя изобретателя который уже на протяжении 39 лет 39 лет работает технологии под названием сегодня это называется skyway небесной дороги да долгое время это называлось струнной технологии технология струнного транспорта анатолий дарыч юницкий за время разработки своей технологии дважды руководил проектами организации объединенных наций эксперты этой структуры давали оценку разработанной технологии натуре дарыч юницким и он выделял денежные средства в начале точнее в 80-х годах прошлого столетия натуре даже стал членом федерации космонавтики ссср которая одна из первых признала супер перспективность разработки и реализации технологии юницкого на территории бывшего советского союза за все это время не более 140 различных изобретений в разном направлении развития науки техники промышленности сельского хозяйства 18 монографий более 200 научных работ три высших образования инженер транспорта патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурного сооружения большой объем информации касаемо технической стороны да что из себя представляет технология экономические скажем так аспекты выгоды преимущества технологии большое количество видеоматериалов вы можете найти на сайте www.nitsky.com который здесь вот на слайде отображен внизу из вас кто не был на этом сайте загляните разберитесь очень много полезной информации если вы хотите как мы говорим докопаться до истины да то есть если вам недостаточно просто того о чем вам рассказывают вы хотите дойти до сложных формул там и так далее так далее вот на данном слайде перечислены преимущества данной технологии я их кратко сейчас перечислил то есть это и низкая себестоимость строительства оказания транспортных условий низкое энергопотребление минимальный землеотвод сотни раз меньше чем необходимо для строительства обычных автомобильных дорог высочайший уровень автоматизации технологий то есть фактически будет исключен человеческий фактор что скажем так положительно отразится на передвижение транспорта скажем так сохранение человеческих жизни много чего еще высочайший уровень безопасности потому что данные дороги они поняты над землей вот и скажем так если касаемо безопасности то следует сказать следующее каждое транспортное креста будет снабжено специальным противосходным устройством который не будет позволять сходить транспортные стакады транспортному средству запас прочности струнных рельсов а вы увидите ролик буквально через минуту да по отношению к тем нагрузкам которые будет нести со мной стакада сами струнные рельсы минимум десятикратные до стократного доходит вот высокие скоростные показатели потому что мы говорим сегодня с вами о транспортной технологии она захватывает три сегмента транспортного рынка это грузовой транспорт который будет передвигаться скоростью до 120 километров в час это городской транспорт который будет передвигаться скоростью от 50 до 150 километров в час это высокоскоростной междугородний международный skyway скорость которого до 500 а сейчас даже стали говорить, что это 600 км в час. Можно использовать на данной путевой структуре располагать возобновляемые источники энергии в виде ветряных электростанций, в виде солнечных батарей. И, скажем так, вырабатываемое электричество можно использовать как для передвижения подвижного состава, так и отдавать внешним потребителям. Экологически чистый вид транспорта, отсутствие вредных воздействий на природу, где будут прокладываться дороги по технологии, разработанные Веницким, и на самого человека, потому что низкий уровень шоу, низкий уровень вибрации. То есть огромное количество преимуществ данной технологии по отношению ко всему тому, что мы с вами имеем на сегодняшний день. У нас есть четыре замечательные транспортные системы. Автомобильная, железнодорожная, воздушная и водная. У всех из них есть какие-то преимущества. В последнее время растет уровень комфортности, когда мы передвигаемся в этом виде транспорта. Но все равно огромное количество недостатков, которые призваны изменить, точнее, скажем так, вычеркнуть из нашей с вами жизни технологии, разработанные Веницким. В итоге экономия времени, как при стоительстве дороги, экономия финансовых затрат, то есть на то, что необходимо построить, но и также, скажем так, экономия времени в дальнейшем при доставке, например, грузов по тем трассам, которые будут построены по технологии Анатолия Дарвича Веницкого. И окупаемость дорог, которые будут построены по этой технологии в ходу года до пяти. Сейчас я хочу включить вам видеоролик, который продемонстрирует, что же из себя представляет технология. Он называется транснет. То есть транснет – это следующий вид, скажем так, мировой паутины, которая следует за мировой паутиной под названием интернет. Мало того, все те преимущества, достоинства интернета, которые мы имеем на сегодняшний день, данная технология впитает в себя и позволит, скажем так, нам довести те самые три лица цивилизации в виде волоконно-оптических линий связи, это высокоскоростной интернет в итоге, электричество в те уголки удаленные, которые мы сегодня считаем труднодоступными либо вообще недоступными. Итак, ролик о технологии Транснет и дальше с вами будем продолжать движение по нашему сегодняшнему губернеру. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему для строительства, которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционно транспортные системы не оптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний запатентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах, подвижной состав на стальных колесах, инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик показывает наглядно, что из себя будет представлять в недалеком будущем технологии, о которой мы с вами сейчас говорим. Как я говорил, это три сегмента транспортного рынка – грузовой, высокоскоростной и городской транспорт. В принципе, те, кто живут в крупных городах, наверное, сталкиваются часто с ситуацией, что транспорт передвигается по нашим городам с очень медленной скоростью. Порой, скажем так, добраться, вот, например, мы живем в Москве, от Москвы до Подмосковья домой, люди добираются порой 2, 3, 4 часа. Летом это особенно, скажем так, ощущается в пятницу вечером, когда народ выезжает на дачи. Зимой, не дай бог, пойдет снег. Хотя вот я вспоминаю свое детство, 70-е годы, и там мы всегда радовались снегу зимой. Ну, наверное, было не такое количество транспортных средств на наших дорогах. Конечно же, сейчас их, наверное, на многие миллионы больше, чем это было тогда. Итак, друзья, история струнного транспорта. Я постараюсь совсем кратко, потому что, наверное, больше внимания мы с вами уделим сегодняшнему времени. Условно можно разбить на 4 части. Первое время, первый этап, самый длительный, с 77-го по середину 90-х, это и первая заявка на изобретение, первый грант Советского фонда мира на развитие технологий, признание Федерации космонавтики СССР, первая научно-практическая конференция, на территории Белоруссии 80-х годов прошлого года. Второй этап. Большое количество продувок, испытаний в аэродинамической трубе по переданию наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу. В первую очередь, высокоскоростному Skyway. Демонстрация первых действующих физических моделей в масштабе 1 к 5, 1 к 10, 1 к 15. Первый грант Организации Объединенных Наций был получен именно в это время. И, по сути, на бумаге отработана технология первого поколения. Третий этап очень важный, потому что в этот промежуток времени, с 2001 по 2009 год, у Анатолии Дарочевницкого был собственный испытательный полигон, испытательный участок, там с лишним 170-метровый эстакад, металлический, с натянутыми струнами внутри. Вы видели, что я себе представляю струны, лезю в ролике. И по этой эстакаде взбирался ЗИЛ-131, то есть было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик, касаемо струнного транспорта. Именно в это время второй грант Организации Объединенных Наций был выделен на технологию. Спасибо Александру Лебедеву, который один из первых чиновников на территории Российской Федерации, он был губернатором Красноярского края на то время. Он увидел перспективу в развитии данной технологии и максимально помог в строительстве данного полигона. Что еще хотелось бы отметить, на данном промежутке времени даже были заключены государственные контракты на строительство в целом ряде регионов Российской Федерации дорог по технологии Skyway. Планировалось построить участок дороги между подмосковными озерами. Именно там располагался этот тестовый участок до города Москвы. Там 100 с лишним километров. То есть люди смогли бы добираться быстрее, чем за час, а может быть даже еще быстрее, в зависимости от того, какой транспорт был бы реализован в то время, до Москвы. К сожалению, не сложилось. То есть в конце третьего этапа в 2009 году в Ульяновске состоялся госсовет, на котором присутствуют все губернаторы Российской Федерации, министры профильных министерств. И именно в это время технология была продемонстрирована Дмитрием Медведевым. На то время он был президентом Российской Федерации. И история, скажем так, с Медведем, она получила продолжение в этом году. Я чуть позже скажу, что там произошло в начале 2016 года. Так вот, после представления данной технологии губернатором Ульяновской области посмеялся кто-то. То есть Медведев сам поулыбался, но тем не менее сказал, что это самая, что ни на есть, инновация. И в конце этого госсовета было принято решение, дано распоряжение Минтрансу России выделить порядка миллиарда рублей, то есть изыскать эти денежные средства для развития данной технологии. К сожалению, буквально в течение недели после госсовета полигона в подмосковном городе Озера не стало. Но он сыграл свою важную роль, потому что технологии в это время узнал весь мир. Достаточно большое количество иностранных делегаций посещали этот полигон. Эксперты целого ряда государственных структур, которые касаются темы науки, техники и транспорта в первую очередь, давали свои экспертные оценки и заключения во время полигона, когда они были на испытаниях, то есть видели все это своими глазами. И короткий списочек у нас будет на следующем слайде, да, тех структур, которые дали свое заключение о том, что перспективна технология, что ее нужно развивать и использовать на территории Российской Федерации. В первую очередь, Институт проблем транспорта Российской Академии наук. То есть он один из первых специалистов этой структуры дали заключение насколько, скажем, этот транспорт экономичнее, экологически чище, безопаснее и так далее. Все эти данные можно найти даже в буклете, который находится в разделе личного кабинета, документы, да, было бы желание найти и посмотреть. Мы сейчас с вами находимся на четвертом этапе, да, то есть в 2016 году. После того, как полигона не стало, после, скажем, безуспешных попыток провести переговоры с людьми мира бизнеса и административным ресурсом, чтобы найти инвестиции для строительства еще одного теста участка, чтобы еще раз продемонстрировать, но уже следующее поколение, на тот момент шла речь о втором поколении, а сегодня мы говорим о четвертом, да, поколении струнного транспорта, Анатолий Дарвич Юницкий принял решение оценить все те ноу-хау, все те, скажем так, всю свою интеллектуальную собственность, и она была оценена более чем в 400 миллиардов долларов. На основании этой интеллектуальной собственности было зарегистрировано предприятие, компания на территории Британских островов. И было принято решение на тот момент, скажем так, такое оно достаточно рискованное, потому что никто до этого не делал такие вещи, да, чтобы, скажем так, транспортная технология, тяжелая технология развивалась бы посредством народного инвестирования или краудинвестинга. То есть это проект, который могут вкладываться, инвестировать свои денежные средства абсолютно любые люди, не важно, сколько им лет, не важно, какой у них сегодня социальный статус, образование и так далее, по мере возможности, то есть разные денежные средства могли инвестироваться, да, но они становятся совладельцами той интеллектуальной собственности, которой с ними делится Анатолий Дарчуницкий. В дальнейшем, так как приобретаются пакеты долей компании сегодня на очень выгодных условиях, эти люди, став совладельцами технологии, будут иметь очень серьезный уровень дохода от роста стоимости каждой акции, а в 2017 году предполагается стоимость 1 доллар США одной акции. Сегодня их можно приобрести там за десятые доли центов, за несколько центов, в зависимости от того пакета, который вы приобретаете. И было принято решение работать по этой схеме. В 2014 году в январе появились первые денежные средства, первые инвесторы, которые послушали информацию, послушали Анатолия Дарчуницкого, поверили в технологию, дали, скажем так, свою оценку тому, что они хотели бы иметь в недалеком будущем такого вид транспорта и получать доход, что тоже очень важно. Причем доходы можно будет получать как от продажи долей компаний, которые будут расти в цене, так и в виде дивидендов от прибыли, которые будут приходить в компанию после реализации огромного количества адресных проектов в различных уголках земного шара. На данном слайде вы видите те структуры, причем это далеко не весь список институтов, организаций, которые давали свои экспертные оценки и заключения. Более полный список можно найти на сайте Анатолия Дарчуницкого. Как я и говорил, это Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии транспорта и Госстрой России, Министерство экономики транспорта и Петербургский госуниверситет по телесообщению про организацию обменных наций мы говорили. В период, скажем так, с 2001-го и по сути дела даже по сегодняшний день Анатолий Дарчуницкий вместе со своими соратинами принимал участие в целом ряде крупных форумах, посвященных науке, технике, транспорту. И за это время было получено им более 50 патентов на ноу-хау, которые он внедрял в свою технологию и более 40 различных международных дипломов и наград. К нам приходят люди в Москву и вот напротив меня стоит одна из премий «Золотая колесница» получен Анатолию Дарчуевичу Министским. Она была вручена дважды как проект года в транспортной отрасли в 2009-2011 году. И все фотографируются с данной, скажем так, не знаю, как это назвать, да, то есть статуэтка, наверное, нет обычно, статуи это как бы люди, а здесь действительно колесница, три бронзовых коня и сзади человек, который погоняет данную колесницу. Итак, коллеги, наверное, скажем так, подтверждением всего того, что происходило в истории развития струнных технологий, то, что именно в промежуток времени с 2001 по 2009 год о технологии узнал весь мир, действительно большое количество телевизионных каналов, центральных телевизионных каналов Российской Федерации, региональных телевизионных каналов, посвящали и большом количестве новостей, информацию транспорту, струнному, да, и были целый ряд тематических передач, которых принимал участие и Анатолий Дарычунинский, в том числе. Я вам хочу включить ролик, который займет тоже две минуты, да, который расскажет как раз-таки о том, что был полигон в подмосковной городе озера, о том, что технология, это не что-то там, скажем так, спрятанное за семью замками, это то, что было продемонстрировано миру, и сейчас, в принципе, наша задача в следующем, как я говорил, что мы привлекаем инвестиции в посвященном краудинвестинге, и задача привлечения инвестиций, это финансирование строительства, так называемого, еще одного тестового участка, да, на котором будут продемонстрированы все три вида транспорта Skyway, грузовой, высокоскоростной, городской, будут проведены сертификационные работы, и после этого мы с вами сможем выйти на мировой рынок. То есть именно в это сегодня привлекаются деньги, и все эти деньги идут на строительство. Мы с вами в конце еще потом подытожим роликом, в котором показана на одном из центральных каналов телевидения, да, информация о строительстве Экотехнопарка, так сегодня это называется, в Республике Беларусь. Итак, друзья, двухминутный ролик, и мы с вами продолжим наш вебинар. Готов, прием! Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная трансмиссия система, это очень медленно-система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов, в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, я смотрю, подтягиваются люди у нас потихоньку. В принципе, ролики эти все, о которых вы сейчас пишете, найти достаточно легко. Опять же, их можно найти на видеоканале компании SkywayCat.com Можно найти на видеоканале Анатолия Юницкого в YouTube, да. Их там гораздо больше, чем мы показываем на презентации. Это несложно. Если что, в конце еще мне напомните, я вам дам, постараюсь найти ссылку, по которой вы пройдете и сможете на этом канале найти видеоролик. Итак, коллеги, то есть, ролик, который я сейчас вам ставил, в принципе, еще раз подтвердил, да, то, что технология известна миру, то, что она была продемонстрирована в десятых годах нашего тысячелетия. И наша с вами задача, по большому счету, сегодня донести информацию как можно до большего количества людей, вот той выгоде, да, которую мы сегодня несем в мир. То есть, о самой технологии с одной стороны и о тех возможностях, которые, скажем так, сегодня дарит своим потенциальным, а потом и реальным партнерам компания Skyway. Об этом мы с вами поговорим немножко позже. А сейчас буквально еще кратко о том, что происходит у нас на четвертом этапе развития технологии. С 2013 по 2014, да, начало, по 2017 год у группы компаний Skyway есть четкий пятнадцатый этапный план выведения технологий на дровой рынок, да, транспортный. Вот. И на каждом этапе предусмотрен свой перечень работ, которые необходимо выполнить. По сути дела, при лечении инвестиций, финансирование идет с точки зрения выполнения этих работ. Если мы будем вписываться, скажем так, по при лечении инвестиций в срок, соответственно, к 2017 году придем к той ситуации, что я уже сказал, когда отдельно взятая доля компании РИБАСКО будет стоить один доллар США. Итак, в 2014 году началось при лечении инвестиций. Также в 2014 год, наверное, стоит отметить создание и открытие нашего научно-производственного предприятия в Белоруссии. Это произошло в мае месяце, если не ошибаюсь, 21 числа. Ключевым годом стал 2015. Было, скажем, так много событий, в 2015 году. Самое важное, наверное, это определение участка местности, за которое было принято решение бороться. Это было еще в январе 2015 года. В июне месяце прошел аукцион по законам Республики Беларусь, который состоялся и после аукциона было принято решение закрепить данный участок местности, 36 гектар, в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, это Пуховичский район, за компанией Струнной технологии, генеральным директором, который является Анатолий Дорачевский. Он же является генеральным конструктором всей технологии, президентом группы компании Skyway. Также в 2015 году были, скажем так, конструктивные переговоры в Угненных Арабских Эмиратах и намечены целый ряд действий, дальнейшее взаимодействие с арабской стороной. Далее, в начале лета в Австралии на шесть люди, которые донесли информацию о тронном транспорте экс-министру транспорта Южной Австралии Роду Хуку, и в сентябре месяце, уже после того, как земля была закреплена за компанией струнной технологии, как началось строительство эко-технопарка, сегодня это называется так, австралийская делегация посетила и конструкторское бюро, и эко-технопарк. Познакомилась с Анатолий Дорачевским, после чего было принято решение всячески содействовать развитию струнного транспорта на территории австралийского континента. Далее, в сентябре 2015 года был получен так называемый код ICIN, международный идентификационный код ценной бумаги. Это процедура, которую проходят все компании, публичные акции, которых сегодня копируются на целом ряде, практически, на многих диржах в мире. Далее, что еще важно отметить, то, что в октябре месяце состоялась процедура закладки нулевого километра, вы видите сейчас внизу на нижней фотографии, прошла международная конференция, на которой было несколько десятков наших партнеров в более чем из 10 стран. Что еще хотелось бы отметить, то, что в конце 2015 года группа компаний Skyway было принято решение руководством группы компаний Skyway перейти на метод привлечения инвестиций посредством приобретения долей компании в рассрочку, что сегодня полностью себя оправдало. Больше, скажем так, инвестиций, более 90% инвестиций в нашу компанию сегодня приходит посредством приобретения пакетов долей компании в рассрочку. Это выгодно и удобно людям, когда они могут ежемесячно незначительную сумму денег инвестировать в наш проект по мере, скажем так, своего дохода, по мере своих возможностей и способностей. И при всем при том, компания может наперед, там, на 8-10 месяцев видеть, какие денежные средства к ней могут прийти и чем она может, скажем так, четко в будущем оперировать для того, чтобы реализовывать технологии, осуществляя строительство Эко-технопарка, заказано в целом ряде предприятий сателлитов, которые сегодня уже изготавливают различные конструкции, узлы, агрегаты, которые будут использоваться и в транспортных средствах на территории Эко-технопарка. То есть приобретение пакетов долей компании в рассрочку, это, я считаю, очень выгодно, перспективно и, я считаю, дальновидно было сделано у нашего руководства. Еще осенью 2015 года группа компаний SkyWay, компания предприятий струнной технологии вместе с Плуховичским райисполкомом принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». И сумма из 5 миллионов евро, которая была разбита на целый ряд, скажем так, проектов, часть этой суммы досталась нашему предприятию и все это пошло в реализацию технологии на сегодняшний день. Сегодня мы с вами находимся в 2016 году. И помните, я вам сказал, когда мы говорили про Медведева, история получила продолжение. В начале года Анатолий Дарович Юниткин написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, которому поблагодарил за то, что на госсовете в 2009 году он обратил внимание на технологию и написал, что главный вопрос, который вы, скажем, озвучили на этом госсовете, найдете деньги и тогда реализовываете свою технологию. Как раз в 2009 год, вы помните, он был так, посткризисный или первый год выхода из кризиса. Ну, кстати, про кризис сейчас экономисты говорят, что никто из него так и не вышел весь мир. И мы нашли ответ, пригласил Анатолий Дарович Юниткин вместе, скажем так, я думаю, с целым рядом других чиновников на территорию Республики Беларусь осенью приехать и посмотреть, чего мы достигли благодаря вот такой платформе, как Краут Инвестинг. Потому что, фактически, денежные средства, которые сегодня идут на строительство Экотехнопарка, в основном это денежные средства таких людей, как Неслайн. Далее, история получила продолжение следующего. Анатолий Дарович Юниткин приезжал в Министерство Транспорта Российской Федерации, представлял свою технологию, рассказывал о перспективах, сделал доклад, и на экспертном совете в феврале месяца 11-го числа было принято решение, вы видите здесь протоколы этого заседания, отнести технологию, разработанную Анатолий Дарович Юниткин к инновационным технологиям. Мало того, 25 марта этого же года, нашего, 2016-го, тоже экспертный совет внес технологию Анатолий Дарович Юниткин список перспективных, то есть высока вероятность строительства дорог по данным технологиям на территории Российской Федерации. То есть дано, скажем так, распоряжение специалистам Минтранка и компаний струнной технологии согласовывать дальнейшие, скажем так, движения в этом направлении, представить целый ряд проектов, скажем так, в сравнении с теми технологиями, которые мы имеем, но уже в привязке к конкретным участкам местности, то есть где можно реализовывать данную технологию. Но Минтранку все равно, скажем так, одобрило, это очень важно, да, но пока занимает выжидательную позицию, наверное, с точки зрения в первую очередь посмотреть, что же из себя представляет технология, продемонстрировать технологию, которую разрабатывает Анатолий Дарович, уже можно будет этой осенью в Белоруссии на территории Экотехнопарка. Важным мероприятием в жизни компании в этом году будет мероприятие под названием Минтранс. Это международный транспортный форум, который проходит раз в два года в городе Берлине. С 20 по 23 число в категории транспортные инновации будет представлена технология SkyWay. Анатолий Дарович Юницкий принял решение в Берлине продемонстрировать действующие модели один к одному, то есть модели, которые после демонстрации появляются на территории Экотехнопарка, городского Юнигуса и Юнибайка, так называемый, скажем, транспортного средства облегченной трассы. Все это будет происходить уже, скажем так, меньше, чем через два месяца. Когда у нас проходила жилая презентация в Москве 27 числа оставалось 55 дней, соответственно, сейчас осталось еще меньше. Кстати, наши партнеры могут попасть на данное мероприятие. У нас есть лендинг, на котором дана информация о том, что будет проходить мероприятие на транс. И помимо всего прочего, 24 числа после данного мероприятия состоится международная конференция, на которой будут присутствовать партнеры нашей компании из европейских стран и страны СНГ. И на этой конференции Виктор Бабурин, это зам генерального директора по развитию, и Анатолий Дарачевнистский будут рассказывать и о том, что было на самой выставке, потому что планируется заключение контрактов и дальнейшего взаимодействия, скажем так, с руководителями крупных компаний, возможно, муниципалитетов и целого ряда стран, Евросоюза и не только. И все это будет рассказано тем людям, которые будут присутствовать на конференции. Билеты на конференцию тоже можно уже приобретать через лендинг, который находится в личном кабинете каждого партнера. Итак, 16-й год. Какие ключевые моменты 16-го года? Это демонстрация, в первую очередь, осенью, действующей городской трассы Skyway, и сейчас все работы направлены на это. Далее, демонстрация легкой трассы Skyway. К концу года, начало 17-го года, это окончить строительство грузовой трассы Skyway, строительство которой сейчас идет параллельно вместе с городской трассой. 23-24 апреля у нас было крупное мероприятие в Республике Беларусь, так называемый это фестиваль, и достаточно большое количество людей, которые стали инвесторами на первом этапе, и долго думали о том, куда же идут инвестиции, имели возможность посетить данное мероприятие и своими глазами увидеть то, что мы сегодняшний день проделаем. Такой объем работы и так далее. Важным еще, наверное, моментом, мимо которого нельзя пройти, стало второе посещение экотехнопарка конструкторского бюро Родом Хулком, и он с собой привез несколько человек, которые, скажем так, имеют отношение к серьезным компаниям. Ну, например, Буржхалиф, по-моему, так называют самый высокий небоскреб, то есть приехали люди, которые принимали участие в проектировании строительства этого самого высокого небоскреба в Угненных Арабских Эмиратах на сегодняшний день находятся. Специалисты этих компаний, которые были у нас на территории Экотехнопарка, которые посещали наше КБ, были действительно удивлены тому, что было сделано восток короткий промежуток времени, и будут осуществлять полную поддержку Роду Хулку, который сегодня возглавил предприятие Skyway Австралия, целью которого реализация проекта на территории Австралийского континента. И уже итогом работы Роду Хулку стало принято решение строительства 500-метрового участка в Университете Флиндерс, это в Южной Австралии. Будет возведен 500-метровый участок городской трассы Skyway, который будет переводить студентов от железнодорожной станции до здания университета. Большое количество средств массовой информации в последнее время уделяли внимание нашей технологии. Это интернет-издания, печатные издания, это радио-различные каналы, это видеоканалы. То есть большое количество информации давалось у развития технологий на территории Австралии. То есть целый ряд новостных телевизионных каналов 9 News, 7 News, ABC News на них выступал лично Хук, рассказывал технологии, то есть информация давалась широкой общественности. И там сейчас речь идет и о привлечении частных инвестиций и задумывались, скажем так, государственные структуры о том, что построить бы данные дороги на территории Австралии. То есть полным ходом идет работа в направлении, скажем так, создания адресных проектов. Буквально недавно в ИНИ состоялась конференция на территории Словакии, после которой был подписан договор о взаимодействии со Словакским транспортным университетом. И цель, скажем так, этого взаимодействия, то есть университет будет заниматься созданием адресных проектов на территории Словакии, Центральной Европы. После чего были опять же публикации в прессе и на телевизионных каналах, на словацком, на венгерском языке о том, что транспорт будущего, в недалеком будущем уже вот сейчас может быть реализован на территории Европы. И было сравнение, скажем так, даже возможное строительство трассы в городе Митро, это Словакия, и сравнивалось, скажем так, технологией Hyperloop, кто-то может быть из вас знает, большая петля, они в последнее время много говорят, но, то есть все больше и больше информации расходится о нашей технологии, скажем так, средства массовой информации не только на территории стран СНГ и Европы, но уже, скажем, на других континентах. Вот, вы видите здесь фотографии целого ряда каналов телевизионных, да, вот Виктор Бабурин, заместитель генерального директора, заместитель, да, генерального директора по различию и один из руководителей наших КБ, отвечали на вопросы в передаче 24 вопроса объектив конференции, то есть это на канале Беларусь24, круглосуточном белорусском канале, который вещает на весь мир во всем том, что происходит на территории Беларуси. Виктор Бабурин по приглашению МИДа Беларуси представлял технологию как белорусскую в Африке, в Канзане, да, то есть работы ведутся каждый день и здесь наверное подытожить я бы хотел следующим образом, потому что раз уж у нас все происходит в Беларуси, да, в Беларуси есть центральный канал, называется он Беларусь1, да, это как у нас первые каналы, в целом ряде, да, практически в каждом государстве есть главный телевизионный канал государства. Так вот, в передаче Панорама, которая выходит вечером, да, это итог, скажем так, новостей дня, иногда и новостей недели, рассказывали о технологии, разработанной МИДСКИМ, о том, что у нас происходит на территории Экотехнопарка. И вот сейчас я хочу, скажем так, подытожить информацию по технологии именно этим роликом и далее мы будем говорить о предложении компании Skyway. В мире на данный момент нету похожей технологии. Автобусы над головой. Новая транспортная система пока в качестве эксперимента заработает в Мариной Горке. На так называемом Юнибусе уже мечтает прокатиться Кристина Страх. В Мариной Горке завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. Проект демонстрационный располагается на территории бывшего танкового полигона, который сейчас больше похож на парк. Именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии. Строительство идет два года и первые итоги можно будет увидеть уже осенью. С технологиями будущего познакомилась Кристина Страх. От Гомеля до Гродно за час и это картинка недалекого будущего. Будущее уже наступило. По крайней мере именно так утверждают разработчики новой транспортной системы. Сейчас строительство завершается в Марьиной горке. Высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг. Основа концепции. Площадь стройплощадки 36 гектаров. Это пока демонстрационная модель. Эта технология не мешает экологической сущности на данной территории. У нас уже высажено 2,5 гектара садовых деревьев. Облагораживается пруд выкопан, рыба разведена, пчелы у нас свои заведены. Технология объясняют авторы идеи несложная. В основе лежит колесо, оно движется по идеально ровным рельсам. А подвижной состав специальной формы это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения. Конструкция может располагаться на разной высоте от 10 до 100 метров и выше. Это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах. На испытательном полигоне в Марьиной горке возводят три трассы пассажирскую, грузовую и прогулочную. Вот эта трасса по планам откроется уже осенью. Пока ее протяженность 950 метров, но в следующем году планируется построить еще 15 километров. Именно тогда, по словам разработчиков, состав сможет разогнаться до 500 километров в час. Так называемый юнибус напоминает автобус. Они по расчетам будут двух типов. Подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые междугородние. Первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час, вторые до 600. Сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в Минске. Материалы мы используем самые современные для изготовления подвижного состава. Это склавы алюминия высокопрочные для рамы, допустим, в качестве всекления мы высокопрочный поликарбонат используем для корпуса, для облицовки используем частности стеклопластики. Поэтому подвижной состав у нас легкий. В успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются. В теории по их расчетам все должно заработать идеально. Что произойдет на практике узнаем уже этой осенью. Именно тогда запустят первый тестовый состав. Кристина Страх, Анатолий Долотовский, Юрий Тихонович, Агентство Теленовостей. То есть данный ролик подытожил информацию о том, что технологии говорят, они говорят каждый день, потому что таких вот новостей о том, что в средствах массовой информации рассказывается о нашей технологии, у нас еще больше и больше. Вы можете легко зайти в раздел личного элемента новости, либо прямо на сайте и посмотреть. То есть у нас действительно я вспоминаю те моменты, когда только начинал работать в компании, когда мы, скажем так, менеджер доносили информацию окружению, мы радовались тому, что у нас появлялась новость один раз в два месяца о том, что что-то проделано в направлении реализации технологии. Сегодня у нас по три, по четыре, по пять новостей в день. Было бы ваше желание знакомиться с этой информацией и доносить ее окружению. Меня просили ссылку на канал, где можно найти эти ролики, пожалуйста, это ссылка на канал Анатолия Дарьевича Митского. Там огромное количество роликов и о том, что делается сейчас, и о том, что было когда-то. И вот те ролики, которые я вам демонстрировал, вы там их можете найти. Итак, мы говорили о технологии, теперь будем говорить с вами об инвестициях. То есть, в принципе, я думаю, в последнее время, последние пять-семь лет слово инвестиция все чаще и чаще звучит у нас на телевизионных каналах и так далее. В мире интернета наберите слово инвестиция, у вас будет миллион сайтов, которые будут предлагать куда-либо уложить эти возможности. Чем интересна инвестиция в компанию SkyWay? Тем, что, представьте себе ситуацию 70-х годов, там где-то конец, середина, и эра начала развития IT-технологий, таких как персональные компьютеры, потом уже там эра интернета и прочее, прочее. Это представьте, что к вам обратился Стив Джобс и говорит, уважаемые друзья, те, кто сегодня смогут вложить в мои детище 100, 200, 500, 800, 1000 долларов, да, те через определенный промежуток времени будут очень богаты. Все устройства, те программные обеспечения, которые мы планируем выпускать, будут потребляться огромным количеством людей, то есть миллионами, даже миллиардами людей. За это будут платиться деньги. Соответственно, вы будете с этого получать дальнейший пассивный доход. Вот именно это происходит сегодня. Технологии, разработанные в Минске. И мы имеем дело с технологией транспортной. Действительно, без IT-технологий во многих, скажем так, сферах сегодняшней нашей с вами жизни, мы, наверное, уже себя не видим. Но, тем не менее, я думаю, что даже те, которые сегодня не умеют работать на компьютере, а поверьте, таких людей очень много и даже есть среди наших инвесторов, почти все из них пользуются транспортом. То есть транспортная технология, она, наверное, даже более важна, чем интернет-технология. Те, кстати, кто со мной согласен, можете поставить плющики просто, скажем так, погреть, потешить мною самолюбие. Поэтому без транспорта сегодня более 90% людей обходиться не может. Кто-то чаще, кто-то реже. И мы имеем отношение к технологии, которая будет развиваться во всем мире. Как заявляет Анатолий Дородович Ленинский, охват данной технологии транспортного рынка где-то 30-50% в не очень далеком будущем. Представьте себе, то есть та сфера, в которой вращаются триллионы долларов, не побоюсь этого слова, и часть, значительная часть этого рынка будет принадлежать данной технологии. А вы сегодня можете стать инвестором в этой технологии. Соответственно, от реализации данной технологии в огромном количестве стран вы будете получать дальнейший доход. Итак, компания Skyway Capital зарегистрирована в Великобритании. Является официальным партнером группы компании Skyway по привлечению инвестиций в ту технологию, о которой мы с вами говорили в первую часть нашего сегодняшнего вебинара. То есть все наши действия, которые мы делаем, они способствуют к выведению этой технологии на мировой транспортный рынок. И мы работаем на той же основе, на той же платформе, по которой работала компания Resway System. Это краудинвестинг, это народное инвестирование, где каждый участник по своей мере возможности ни из кого не вытряхиваются последние деньги, никому не рекомендуется брать каких-то кредитов, продавать то, что у вас есть важное в вашей жизни с целью инвестирования в наш проект. Вы можете просто зарегистрироваться, начать, скажем так, разбираться в этой ситуации, знакомить свое окружение и даже в этом случае вы можете стать крупным инвестором в нашем проекте. Основная цель компании Skyway Caps это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации технологий, о которой мы говорили. И, конечно же, результатом этого будет все проведение демонстрационных начала работ, сертификационных и выводом транспорта на международный транспортный рынок. У нас есть целый ряд задач. С одной стороны, они достаточно простые, хотя не все, скажем так, то, что видится просто простым, на самом деле таковым является, но мы хотим привлечь максимальное количество инвесторов в реализацию нашего проекта на базе микрофинансирования. Вообще, нашу инвестицию сегодня можно рассматривать как те возможности, о которых пишут люди, обучающие других финансовых грамотностей. То есть многие люди в рамке мультимиллионеров, миллиардеров зарабатывают деньги простым способом, распознают какую-то возможность в начальном этапе, то есть компании молодые, которые еще, скажем так, со своими акциями не котируются на рынке, но у них замечательная идея, которая может потом распространиться по всему миру. Люди эти инвестируют денежные средства, компания развивается, поднимается, выходит на биржу и в итоге они получают основную прибыль. Вот сегодня такая ситуация сложилась в нашем проекте, любой из вас, не являясь еще мультимиллионером, мультимиллиардером, да. Кстати, даже в той же Америке, например, существует специальная комиссия по так называемым биржам и чего-то еще, я забыл, я помню, название, да, которые ограничивают доступ людей к подобным инвестициям. То есть каким инвестициям имеет возможность подойти там какое-то несколько десятков инвесторов, которые являются очень богатыми. У нас же такая возможность сегодня есть. Также задачей мы ставим перед собой это благоприятные условия для того, чтобы каждый человек мог комфортно и просто стать инвестором в нашем проекте, да, и в дальнейшем развивать свой бизнес уже сейчас или получать доходы в будущем в виде дивидендов либо продажи долей компании и, конечно же, при этом обеспечить максимальную прозрачность и информационное сопровождение всему тому, что происходит в технологии и происходит в компании Skyway Capital. Условно реализацию проекта сегодня можно опять же разбить на четыре части. Первая из них, одна из самых важных, это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа, я говорил, что есть 15, на каждом этапе есть свой перечень работы. Это строительство Экотехнопарка на сегодняшний день, далее это уже будет реализоваться адресных проектов и получение прибыли. У нас на сегодняшний день существует большое количество инвестиционных пакетов, владельцем которых вы можете стать. То есть у нас есть стандартный прайс, который вы сейчас видите, и есть целый ряд акционных пакетов, и приобретение пакетов долей компании в рассрочку. Каждый пакет акций, который вы видите, имеет свою стоимость, то есть эквивалент у нас долларовый, потому что мы перешли на работу в долларах в 2015 году. То есть эквивалент 15 долларов позволяет вам приобрести 540 акций компании Skyway Textor. Уровень доходности минимального пакета составляет 36 раз. Каждый последующий пакет имеет больший уровень доходности, и имеет большее количество акций на выходе. То есть, как я говорил, к 2017 году мы предполагаем, что отдельно взятая акция будет стоять 1 доллар. Сегодня за 200 долларов, например, вы можете приобрести себе пакет, в который будет входить 20 тысяч акций компании Skyway Textor. И, соответственно, чем более дорогой пакет вы приобретаете, тем больше уровень доходности получается у вас на этом пакете, тем больше на выходе вы будете получать долей компании. По мере реализации технологии, если у вас будет пакет акций, стоимость этого пакета будет только расти. Вы на каком-то этапе можете принять решение продать весь пакет, часть этого пакета, либо дожидаться дивидендов от прибыли, которые будет получать компания в тех адресных проектах, в которых она будет участвовать в своей технологии. Как я вам сказал, это стандартный прайс-лист. Здесь уровень доходности у нас идет от 36 раз до 350 раз. Далее. У нас есть пакеты для разового приобретения, которые относятся к акционным пакетам, и первый, на котором хочу зашлить внимание, называется «Инотранс». Его название, по сути, привязано к мероприятию, которое у нас состоится в сентябре месяце. В чем же привязь этого пакета? В том, что, инвестируя, например, тысячу долларов в США за раз, вы получаете сразу 235 тысяч акций, что потом превратится в 235 тысяч долларов. Заметьте, в стандартном пакете пакет стоимостью тысячу долларов вам дает только 180 тысяч акций. Далее. Если вы в течение месяца приобретете после покупки первого пакета еще один пакет за тысячу долларов, вам уже на числе 270 тысяч акций. Если еще приобретете меньше, чем за месяц по отношению ко второму купленному пакету, еще 290. А если вы сделаете до мероприятия, которое будет проходить в Германии, 4 приобретения пакета за тысячу долларов, вам за последний начислить еще 300 тысяч акций. Соответственно, этот пакет будет составлять порядка миллиона, там, сто с лишним тысяч акций нашей компании. За 4 тысячи долларов вы, по сути, становитесь миллионером. Далее. Для людей, проживающих, в первую очередь, в развитых странах, странах Европы, у нас не так давно введены пакеты номиналом 5 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч и 50 тысяч долларов. Это те пакеты, которые позволяют, помимо того, что вы получаете сразу очень большой пакет акций, от миллиона четыреста до 16 миллиона семьсот пятьдесят тысяч. У вас еще есть возможность приехать на территорию этого технопарка и высадить свое именное, а начиная даже с пакета 10 тысяч долларов, дерево эксклюзивной породы, то есть, редкой породы. Это дерево будет расти на территории, как это сейчас называют, Центра Демократской Сертификации. Для тех людей, кто у нас развивает партнерскую программу, о которой я тоже скажу два слова, это возможность создания бизнеса уже сейчас и зарабатывание денег, создание дохода сейчас не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой транспортный рынок, есть возможность приобретать пакеты долей компании, но только с бонусного счета. То есть, если вы строите партнерскую структуру, вам идут денежные начисления на бонусный счет, и вот с него вы можете приобрести себе пакеты стоимостью 250, 400 тысяч и 1800 долларов США. У этих пакетов тоже очень выгодный дисконт. Это сравнить с классическим PriceyStorm, о котором я говорил в самом начале. Здесь дисконт заметно выше. Если вы, это, скажем так, еще одна, наверное, еще один стимул для людей заниматься созданием бизнеса уже сейчас по нашей партнерской программе. Рассрочки, это то, о чем я вам говорил, началось использование данных пакетов у нас где-то 17-го или 19-го ноября 2015-го года, да, и сегодня у нас есть как бы пакеты, которые уже являются привычными. Они начали свое действие с конца января 2016-го года. Это пакет Start Senior Стабильный бизнес. То есть, в нем есть наполнение своим количеством акций от 26 250 акций на пакете Start это 25 долларов ежемесячных инвестиций до 405 тысяч акций на пакете бизнеса. Это на 9 месяцев инвестиций по 200 долларов США. Но у этих пакетов есть еще дополнительные условия. Если вы делаете двойной платеж в течение оформления вот этой рассрочки такой-либо из месяцев, двойным платежом у нас считается приобретение пакетов акций в промежутке времени не более чем 24 часа между покупкой пакетов, то вам начисляется дополнительный бонус в виде 9 тысяч, 21 тысячи, 60 или 144 тысяч акций на пакете бизнес. Либо если вы дадите информацию своему окружению минимум 3 человека в течение месяца примут решение купить себе пакеты долей компании на 25 долларов и выше, вам также будут начислены эти подарочные акции. Есть пакеты крупные для приобретения в рассрочку от 500 долларов в месяц до 5000 долларов в месяц, тоже с очень хорошим дисконтом. От 270 на 500 долларов пакетов ежемесячно до 325 уровень доходности, если вы готовы ежемесячно инвестировать по 5000 долларов в США. Есть пакеты, которые у нас действуют не так давно, вы можете себе приобрести пакеты долей компании на свои детей, оформить в своем личном кабинете либо 100 тысяч акций, либо 242 вы видите на данном слайде. Если опять же вы выполните условия двойного платежа, то вам еще дополнительно будет начислено 30 либо 85 тысяч акций на пакете студентов. Если вы все в срок будете платить, будете хорошим добросовестным плательщиком, вам, уже на вас, в вашем личном кабинете на премиальный счет будет начислен дополнительно 5 либо 10 тысяч акций. Это те пакеты долей компании, которые вы сегодня можете приобрести у нас. То есть вы видели, то есть проинвестировать в наш проект могут люди, относящиеся, скажем так, не к очень богатому своему населению, таким как студенты, пенсионеры, да, потому что и пенсии, и стипендии у нас крайне маленькие на территории СМГ, да и не только СМГ, во многих странах. Есть страны, в которых пенсии вообще, например, нет. У нас еще есть один инструмент, который называется партнерская программа. И принять участие в ней может абсолютно любой человек, зарегистрированный у нас на сайте. То есть у вас появляется возможность создать по партнерской программе свой собственный бизнес. Даже проинвестировав 15 долларов в США, вы имеете возможность и зарабатывать ни одну сотню, ни одну тысячу долларов в месяц. И стать крупным инвестором в нашем проекте, потому что вы видите последнее преимущество партнерской программы, которые здесь перечислены, их намного больше. Мы говорим о них обычно по вторникам и пятницам, да, какие проценты, за какие действия, какие у нас квалификации. Но у нас есть бонусный счет, который можно приобретать, пакет акций. Вы видели, да? И акционный, который является подарочным. То есть если вы развиваете партнерскую структуру, вам начисляют в деньгах и на бонусный, и половина этой суммы начисляется на акционный, то есть с акционного пакета, с акционного точнее счета вы можете приобретать пакеты долей компании в том стандартном прайсе, которые мы с вами видели в первую очередь. Вы можете активно строить партнерскую структуру, вам могут начисляться серьезные деньги, и вы можете просто по своего акционного счета покупать крупные пакеты за 1000 долларов, за 2000 долларов, которые в себя будут включать 180 тысяч акций, 200 тысяч акций, по 400 тысяч акций. И все это будет идти вам накопление, и ваш партнер инвестиций в нашем проекте будет расти. У преимуществ нашей программы партнерская есть то, что она накопительная, то, что нет необходимости подтверждать квалификацию. Это для тех людей, кто знает, что такое, например, MLM-бизнес, что такое выплата процентов. Большая глубина, которая выплачивается в вознаграждение, вознаграждение у вас идет от привлеченных инвестиций до 20% непосредственно вашей работы, то есть от тех людей, которые следуют за вами, и от 0,1% до 7% в глубины. Никто вас не ограничивает в количестве тех людей, которых вы можете пригласить в цену за собой, для того, чтобы они стали либо инвекторами в нашем проекте, в дальнейшем получали доход и значительно укрепили финансовую сторону своей жизни, либо еще плюс ко всему стали активными партнерами и зарабатывали с вами внести деньги уже сейчас. У нас есть такие инструменты для развития партнерской программы, как описание маркетинга плана в личном кабинете в разделе инструменты партнера, далее реферальные ссылки, которых сегодня там 6, то есть есть лэдинг инвестора, лэдинг партнера, лэдинг Минотранса, есть ссылки на регистрацию у нас в личном кабинете для тех людей, кто разобрал свою информацию. Вы, конечно же, копируете в бухер ту ссылку, которая ведет прямо на регистрацию, люди регистрируются, становятся вашими партнерами и далее приобретают какие-либо пакеты для компании, вам за это выплачивают проценты. Далее для людей, у которых есть свои интернет-страницы в виде сайтов, блогов, у нас есть такой инструмент, как баннер. Вы копируете HTML-код, нужно вам размеры более 60 видов баннеров, и в то поле на вашем сайте, на вашей интернет-странице ставите HTML-код, куда необходимо. И люди могут заходить на вашу интернет-страницу, особенно если она у вас посещаема, видят красивый баннер, который меняет, скажем, по картинке, моргает, нажимают по нему, переходят на наши интернет-ресурсы, ознакомившись с информацией либо на лэдинге партнеров, либо на официальном сайте, эти люди могут зарегистрироваться и стать вашими реферальными партнерами. То же самое происходит, когда вы в разделе новостей в личном кабинете делитесь информацией по каждой новости, ну, по той, которая вам понравилась, социальной сети, в которых вы зарегистрированы. Вы видите ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Мой Мир. Если вы нажимаете одну из кнопок, пишете комментарии, данная информация улетает на вашу страницу с прикрепленной реферальной сеткой. И люди могут с этой информацией ознакомиться, если у вас большое количество друзей, либо в большом количестве групп, соответственно, это будет большой плюс. Люди оттуда могут стать вашими реферальными партнерами и вместе с вами развивать партнерскую структуру. К инструментам у нас можно отнести большое количество вебинаров, которые у нас проходят в течение недели. Это живые презентации, которые у нас проходят в большом количестве городов и стран. Далее это различные промо-акции, которые у нас периодически случаются. Вот даже те пакеты, которые я вам сказала, они относятся к акционным пакетам. Расписание вебинаров и живых презентаций вы можете найти в разделе «События расписания вебинаров». Там две таблички, не одна, как сейчас, а две. То есть расписание онлайн-мероприятий, таких как сейчас проходит, и расписание оффлайн-мероприятий, то есть то, что проходит вживую. Также у нас на сайте есть возможность обращаться в службу технической поддержки. Буквально сам сегодня проверял, возник вопрос, решили очень быстро, перезвонили, дали нужную информацию и так далее. Но это больше для контроля, наверное, делать для себя. Далее у вас есть возможность задать вопрос, либо обратиться в службу, точнее, в отдел информационной поддержки, прямо в личном кабинете, вверху у нас есть кнопка «Позвонить в сайт». То есть было бы ваше желание разбираться в информации, задавать вопросы и получать ответы на свои вопросы. По большому счету, каждый из вас сегодня имеет возможность стать партнером нашей компании, стать инвестором в нашем проекте, и принять активное участие в инновационном инвестиционном проекте, за который потом вы можете гордиться перед собой, перед своими детьми, внуками, рассказывать им о том, что вы приняли решение не пройти мимо данной информации. Причем проект, который очень круто изменит жизнь планеты Земля в целом. И технология, и страны, которые будут развивать у себя строительство дорог и технологии людского, в лучшую сторону изменят такие показатели, как уровень жизни отдельно взятого человека. Потому что будет организовано большое количество высококвалифицированных рабочих мест. И так как природа будет оживать в тех местах, где будут строиться данные дороги, дороги старого типа будут из нашей жизни уходить, соответственно, мы действительно вместе с вами можем приложить свои физические, моральные, духовные усилия к тому, чтобы данная технология была реализована, что скажется в целом положительно на всем человечестве, а для тех, кто стал инвестором, это будет вдвойне. Потому что помимо того, что будет реализована технология, вы получите финансовую, скажем так, улучшение стороны жизни своей, да? И еще моральные, духовные будут. Поэтому сплошные выигрышки. На данном слайде вы видите наши координаты. Улица Щепок, дом 22, строение 1. Верно с нами находится гостиница Иллис от метро Павелецкая, 5-7 минут ходьбы от метро. Серпуховская примерно столько же. То есть нас найти очень легко. Вы видите, службу поддержки, как можно в нее обратиться, телефон. Всегда рады общению с вами. На подарочные акции и начисления не идут. Евгений, то есть подарочные акции на акционный счет это подарок. Если вы приобретаете какой-либо из пакетов долей компании, то по маркетинг-плану ничего не выплачивается вверх. Вы понимаете, да? Процент можно выплатить на живые деньги, которые были потрачены живыми деньгами являются деньги с основного счета либо с ваших электронных платежных систем, либо деньги с бонусного счета. Потому что это ваш доход, вам они начислены, вы можете их реализовывать на покупку пакетов долей компании. 100 подарочных акций дарятся всем. Кто регистрируется, все видят на своем премиальном счете 100 подарочных акций. Какие есть вопросы, коллеги? Я вам сейчас может продемонстрировать вопрос касаемо 100 подарочных акций. Я смотрю, никто не написал вопросов, которые возникают. То ли информация была воспринимата нормально. Как поделиться с экраном? Вот сегодня регистрировался аккаунт. Вы знаете, пока у нас нет оплаты по карте весь мир, потому что мы работаем через целый ряд платежных систем, шлюзов, то есть те компании, которые нам обеспечивают перевод денежных средств, например, со стран Западной Европы, с развитых стран. До какого-то этапа договор у нас заключен, потом нам нужно перезаключать или искать нового новую компанию, которая нам предоставляет услуги. Коллеги, я предполагаю, что сейчас идет трансляция моего рабочего стола, я вот сейчас вам открыл по поводу 100 подарочных акций. Обратите внимание, вот вращающийся бонус, вот 100 подарочных акций премиальных на премиальном счете. То есть те люди, которые регистрируются, это аккаунт был нужен для теста нам, поэтому я вам просто продемонстрировал, что 100 подарочных акций начисляется всем на сегодняшний день. Вы знаете, деньги из Англии, ну, наверное, один из лучших способов, хоть он и не быстрый, это переводы SWIFT. То есть вы можете оформить invoice, но вы можете пойти по invoice в банк, оплачивать, а можете те данные, которые у вас будут отражены в invoice, зайти, если у этих людей есть интернет-банкинг, да, и благодаря тем реквизитам, которые указаны в invoice, осуществить оплату. То есть это будет быстро, и процент будет меньше, чем вы просто пойдете в банк и будете оплачивать 100.8. По крайней мере, так у нас делают партнеры из Испании. И быстрее перевод осуществляется, потому что это электронный перевод. Нет, 15 дней ничто не сгорает, поверьте мне. То есть это я не знаю, кто сказал вам такую лутку запустил, что в течение 15 дней сгорает 100 подарочных акций. Так, друзья, если вопросов больше нет, одно могу сказать, следите за расписанием вебинаров, которые у нас будут на этой неделе, следите за расписанием живых мероприятий, презентаций, которые могут проходить и в ваших городах. Эту информацию можно найти у нас на сайте, эту информацию можно найти в личном кабинете. Как правило, информация по живым презентациям там отражает фамилия, имя ведущего и его телефон. На сайте Анатолия Даровича Веницкого как правило, тех людей, которые нам предоставили информацию о месте проведения живой презентации, там адрес точный, да, время, ведущие темы, мы размещаем в эту информацию. Вот мы видите, авто перевела через Swift. Значит, скоро деньги поступят и вы сможете приобрести пакет далее компании. У меня на этом все. Если у вас больше вопросов нет, ну осталось только поблагодарить вас за внимание, за то, что были сегодня на вебинаре. Вот. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok